друзья день добрый обещал что расскажу про то как получился переезд какие документы мы сделали как все это первое приехала теща слава богу летела вена манчестер англия манчестер торонто мы купили билет за 667 долларов канадских на послезавтра то есть образом на послезавтра да то есть через два дня обычно считается что чем дальше по времени тем дешевле маршрут у нас получилось 667 долларов тот сейчас будет возмущаться можно найти дешевле нашли дешевле слава богу и нашлись начались как бы сложности первые она мне звонит и говорит лёша меня не пускают на самолет я говорю почему потому что нужно транзит на виза в англию налетит в манчестер я захожу на я не помню к вам и н.д. н.к. и на т.к. что-то еще нахожу соответствующую информацию там написано о том что если между перелетами меньше двадцати четырех часов то транзит виза транзитная виза не нужно я она не дает руку той девочки которая принимает документы я объясняю ситуацию знаете им как бы у них инструкции вообще честно говоря глубоко все фиолетово стали помолились решила ситуация пригласили сказали окей мы вас пускаем в манчестер хорошо пустили в самолет она полетела в вена манчестер а почему такой как бы длинный период потому что получается дурак слайд прямой рейс он получается дороже а если там через несколько перелетов особенно через лондон со сменой аэропорта там вообще можно найти билет наверно не за 667 долларов а за 400 с чем ты даже иногда 350 ну ладно это отдельная история предельно в манчестер а там действительно играешь нужна транзитная виза фишка в том что оказывается чтобы в манчестере в одном аэропорту маленько может посмотреть google maps реально маленький аэропорт выйти с одного рейса идти в другой нужно пройтись по улице оказывается на метров 40 или 50 получается на него она выходит на территорию англии нужна транзитная виза вот поэтому этот момент сразу уточняйте нужна ли транзитная виза нужна я сделали ее сразу на месте и бесплатно вот такой штампик просто поставили написали там номер офицера манчестер и все то есть транзитная виза она вышла зашла еще равно вышла с вещами зашла еще раз вещами хотя и сказали никуда не это вот не выходить не переходить на другую сторону улицы вот получила транзитную визу бесплатно пересела в другой самолет приехала в торонто в торонто в отличие от нам и которая прилетела месяца полтора назад не было украиноговорящего человека который принимает позе под программе уает который сегодня есть поэтому попался обыкновенно офицер но у моей тёщи чтобы понимали английский нулевой вот реально 0 ну там 0,001 понимаете да thank you good bye попался и англоговорящий офицер ну стиле канадск канадском стиле уважительно с улыбочкой никуда не спеша он ей все через переводчик объяснил что вам нужно будет вам нужно будет адрес куда вы летите обязательно то есть к кому вы летите в ее случае все прививки были поэтому она получает зеленый такой стикер наклеечку на паспорт и она не проходит тестирование а если у вас прививок нету ли что нибудь еще получаете красную такую наклеечку на паспорт и вы проходите тестирование раз потом он присылает по почте в течение там 7 дней вы опять должны зайти на сайт зарегистрироваться потому что когда вы первый раз даете прививку вам такую устанавливают маленькую программу точнее вы сами устанавливаете который вы регистрируетесь потом вы еще раз должны позвонить по номеру телефона на английском языке естественно уточнить себе моменты куда присылать повторный тест для прививки в течение 7 дней она вас приходит вы загружаете заходите на сайт подключаетесь онлайн включаете камеру и онлайн проходите еще раз этот тест запаковывать его в конверт и отсылаете его куда-то там вы его отсылаете через местную почтовую службу как было с первой мамой со второй мамой у которой были прививки такого не было вся процедура на прикрепить тела в 1605 а в 1705 по моему она вышла с аэропорта то есть среднем чтобы понимали когда вы прилетаете у вас вся процедура займет минимум три часа на оформление всех документов пока вы выйдете пока вы пройдете таможенный контроль пока вы пройдете от эти вот визы получите работе говорю про украинцев рабочие визы на три года в принципе если вы летите с любой другой страны в принципе то же самое будет какие-то документы вы получите среднем рассчитывайте на то что вот если вы прилетаете в торондо наверное и ванкубер то же самое где-то все это займет около трех часов поэтому те кто вас встречают могут смело приезжать не раньше чем через два часа я вот я уже сколько два раза четыре раза проходил первый раз я второй раз со всей семьей третий раз одна мама второй раз вторая мама три часа как здрасте ну вот так вот получается поэтому лет на это и рассчитывайте хотите как бы себя вот обезопасить два с половиной часа это точно получается если это торонто напоминаем что если вы заезжаете на вероятнее все она прилетает на третий терминал все те кто с европы летят то верхняя часть терминала это те кто отправляются нижняя первый этаж и те кто прилетает поэтому не перепутайте вас навигатор может вероятнее всего если вы ведете торонто пирсон аэропорт он вас поведет на верхний этаж вам нужно на них то есть учитывайте потому что я поехал на верхний и сделал еще полный круг и приехал на них там какие-то дают мелочные какие-то еще мелкие документы по факту на месте но смотрите обе мои мамы я к чему все с нулевым английским реально с нулевым английским прошли обе таможни превосходно все сделали без моей помощи перома вообще решила что я лучше лететь кишинев стамбул стамбул париж париж торонто и она сама как бы все это прошло она два раза забирала вещи два раза их еще раздавала два раза находила рейс с нулевым английским человеку 63 года второй маме 65 лет и 66 лет поэтому я как бы к чему еще у вас есть родственники такого возраста это все реально слава богу вот ну как бы наверное все в первый день мы следующий мы пошли оформлять син номер естественно в очередной раз напоминаю я уже говорил предыдущих видео рекомендую приезжать за полтора часа до открытия офиса полтора не час полтора полтора часа самый оптимальный вариант который у вас может быть поскольку я человек который уже оформлял син первый раз когда приехал второй раз когда получал pr-карты потом я оформлял пиар для одной мамы сейчас я фовой пиар син номер для второй мамы человек который там был уже около пяти раз я могу вам сказать что оптимальное время это вы приезжаете за полтора часа до открытия вот вы тогда попадаете в числе первых 20 минут и у вас все будет хорошо по поводу прививок и всех остальных моментов которые как есть первая мама приехала у нее не было прием вообще написал что не медотвод оказалось что ей не нужно проходить все-таки карантин не нужно проходить но нужно пройти второй тест на седьмой или восьмой день мы это сделали все отослали выслали все они написали все окей это все делается онлайн прогнутые программы вы видите еще плюс результаты теста по поводу 2 мамы которые были все прививки ей вообще ничего не нужно было делать она не проходила не первую тест на ковид ни второй то есть с первого дня на может сразу путешествие программе ой по канаде без проблем без сложности без всего остального в рай в кенадо который у вас есть внутри вы загружаете все документы которые у вас есть ничего сложного в этом сразу скажу вам нет потому что в этом разобрались мои родственники в этом разобрался я в этом разобралась моя супруга если хотите все сделать сразу на дурняку что кто-то вам сделал то вообще можете не ехать году по той простой причине что если вы не сможете разобраться с этими элементарными вещами со всеми остальными вообще разобраться не сможете потому что это только начало потому что есть иммиграция есть адаптация есть вам скажу еще то бюрократия похлеще чем в не в советском союзе бывшем в каком-то смысле очень многие вещи нужно оформлять делать онлайн но в принципе придется вам во всем этом разобраться никуда вы от этого не денетесь подводя итог так давайте все же я приехал на работу подводя итог вы можете отсылать что называется своих бабушек мамы всех остальных сложного в этом ничего нет так ладно все потом давайте в следующее видео запишу в следующий раз будут вопросы пишите пожалуйста комментариях под видео все больше всем благословений мудрости вопросы будут пишите пожалуйста внизу если будет что-то непонятно я не консультант сразу не на все смогу ответить но на что смогу ответить с удовольствием вам помогу поэтому все до новых встреч пишите как бы темы я постараюсь их осветить потому что опыт уже в этом вопросе достаточно большой все всем всего хорошего добра мудрости и пока